Там сейчас муссируется тема о возможном военном сотрудничестве между Россией и КНДР. Так это вообще поставит конец, в принципе, на каких-то там экономических амбициях России на европейский рынок. Потому что, ну, когда ты становишься таким явным партнером КНДР, то европейцы будут в шоке и крутить у виска. Это мягко говоря. Антон, вот вы знаете, ввиду того, что сказано, я вот снова хочу повторить вам вопрос, который уже вашим коллегам задавала по поводу цель и результат, который достигают эти санкции. Ну, вот, например, если взять экономическое давление, скажем, на население, которое страдает от этих санкций, масса имею ввиду, мы видим в отражении тех пунктов поддержки Путина, которое вот как-то парадоксально сплачивает это население вокруг внешнего врага. Вот нахожу интересную статистику, которую Екатерина Шульман, российский политолог, который тоже теперь в изгнании, пишет по поводу санкции по визовому бану. Да, это хорошая акция, но оказывается, всего лишь 28% граждан имеют загранпаспорта в Российской Федерации, то большинство из них берут их для того, чтобы ездить в Турцию, Египет, Арабские Эмираты. И в это же время мы сегодня цитировали венгерское правительство манипуляции с этими санкциями и требование снять санкции с трех ведущих олигархов российских. То есть на одной чаше весов местное население, которое вот этим вопросом продолжает за счет пропаганды сплачиваться вокруг этого лидера кремлевского. И в то же время олигархи и бизнесмены высоких масштабов остаются, ну как мы видим, все-таки безнаказанными. Так что более важно усугубить санкции на вот этих вот людей, которые являются ближайшим окружением Путина, или продолжать вот эти. Они в долгоиграющей перспективе, конечно же, сработают. Но пока что не настолько эффективные санкции, которые имеют цель одну – прекратить войну в Украине. То есть остановить кремлевский режим. Правильно? Экономически конкретные результаты и цифры мы увидим в конце года. Что касается политически, то ответ на ваш вопрос очень простой. Если эти санкции не имеют эффекта, почему себе, извините за выражение, русские себе жопу рвут, чтобы их снять? Вот как бы и все. Это же их не касается, у них же ничего не происходит, да, там, они могут спокойно жить, импортозамещение. Так от чего вы из кожи вон лезете, чтобы снять с себя санкции? Значит, бьют. Поэтому вот как бы весь политический ответ. Что касается второй части вашего вопроса, относительно достаточно ли только санкций? Ну, конечно же, нет. И правительство Украины с точки зрения всей полноты власти, там, военно-политического руководства страны, четко говорит о том, что чем больше оружия, чем больше именно военных инвестиций в Украину на данный момент, то тем безопаснее будет Европа и тем быстрее Украина победит. Поэтому тут санкции с одной стороны, с другой стороны наращивание военно-технической поддержки, и это все даст, конечно же, результат. Что касается простых людей, слушайте, эти простые люди в России призывают нас с вами убивать, расстреливать на улицах и не хотят, чтобы мы жили так, как мы живем в своей стране, свободно, в демократической стране и так далее, и так далее. Поэтому вот эти политологи русские, которые там рассказывают, да вот 28 процентов, 20 процентов, да без разницы, русским должно стать жить некомфортно в своей агрессивной среде. Они, когда рассказывают про великую Россию, им должно становиться больно. И это факт. Вот моя позиция. Я абсолютно с вами согласна, никаким образом не защищаю. Потому что они себе футболки рвут для того, чтобы нас убивать. Так, Антон, в том-то и дело, что никаким образом не защищаю российских политологов. Я исключительно говорю о цифрах, ну вот бьют санкции, бьют, а это еще больше аглдела их выводит из состояния вот такого вот ажиотажа. Давайте еще убивать украинцев. Мы же видим, что в массе населения ниже среднего, да, то есть как бы там депрессивные районы, это еще больше агрессии вызывает. Не об этом речь. Речь как раз почему я акцентировала на вот этих олигархах российских, которые в Венгрии требуют снять санкции. У меня вопрос, вот эти обходные пути, насколько они сейчас эффективны, насколько они существуют, насколько эти схемы раскрыты, известны, и кто готов рисковать, потому что санкции вторичные будут гораздо дороже, тем вот этим вот разом и попыткам свои какие-то капиталы сберечь. Кто продолжает работать активно с российскими бизнесменами крупными? Я просто уже об этом сегодня говорил, я называл конкретные фамилии олигархов, которые не под санкциями. То хотя бы введите еще против тех олигархов. Алексей Миллер, Роман Абармоевич, не буду сейчас продолжать всех. Над тотальным закрытием санкциями как раз-таки олигархов работает украинская сторона в коммуникации с американцами. И я думаю, что надо некоторое время для того, чтобы охватить всех и вся. У Ройтерс тоже были расследования относительно 30 российских компаний, против которых не введены санкции. Опять же, это все в процессе. Поэтому Украина эпидалирует восьмой пакет санкций и другие пакеты санкций. То есть все прекрасно понимают, что этот вопрос есть. И главное, что у Украины есть видение, что надо дожимать этот вопрос. Но тут есть фактор лоббистов, факторов юридической возни, бюрократической возни. Не без этого. Но слушайте, еще 23 февраля, если бы мы с вами рассуждали о будущем России, то никто из нас троих не сказал бы о семи пакетах санкций и хотя бы о таком ограничении продажи нефтепродуктов, которые есть сегодня по поводу России. Поэтому чуть-чуть времени и все будет. Опять же, санкции это как механизм влияния. Ключевое это оружие. Больше оружия, более быстрая победа Украины над расистами, их разгром и отправление в Советский Союз окончательное насилие.